ДРАКИ НА КРЫШЕХ ВАГОНОВ Все это, конечно, правильно, но в данный момент, к сожалению, я тему развивать не могу. У нас привезли обед, а во время обеда, знаете, никакой работы нет. Поэтому смотрите сюжет, а я пойду поем. Кстати, надеюсь, сюжет про еду. Спасибо. Это БАМ. Байкало-Амурская магистраль. Легендарная железная дорога, которую строили полвека. 4287 километров железнодорожного пути тянули сквозь горы, реки, непроходимые болота и тайгу. Это и сейчас суровые глухие места. Средняя плотность населения от Байкала до Тихого океана, А именно там заканчивается БАМ, один человек на квадратный километр. Артиллерийский огонь в такой глуши? С кем тут воевать? До границы далеко. Со всех сторон только горы, покрытые снегом. Может быть, это армейские учения? Или съемки военного фильма? Стреляют не холостыми. Это настоящие боевые снаряды. И противник не выдуманный, а реальный. С кем же тут ведут войну? Со снегом. Природа до сих пор остается главным врагом БАМа. Лавины, сходящие из гор, парализуют движения и угрожают жизням тысяч людей. Как борются со снежной стихией на БАМе? Программа «Галилео» получила уникальную возможность познакомиться с работой сотрудников противоловинной станции. Это начальник станции Андрей Гессен. Он отвечает сразу за 22 лавиноопасных участка. Сегодня ему предстоит вылазка в горы на тысячиметровую отметку. Ежегодно от схода лавин в мире гибнут сотни людей. И чаще всего из-за того, что к ним вовремя не может прибыть помощь. Поэтому лавинный датчик или бипер – обязательный аксессуар экипировки. По радиосигналу этого прибора, в случае катастрофы, спасатели смогут найти потерпевших под снегом. Вместе с Андреем в горы отправится и наша съёмочная группа. Задача – добраться до предполагаемого места схода лавины. Туда, откуда в любой момент могут обрушиться вниз тонны снега. В глухой тайге накатанных дорог нет. Даже проверенный тайгой буран и тот едва справляется с задачей. Чтобы не завалиться на бок, из него приходится выжимать максимальную скорость. Мы у подножия горы. Дальше придётся подниматься пешком. Здесь к Андрею присоединился его напарник и проводник Александр Ахмадуллин. Александр прокладывает путь на лыжах. Вес лыжника распределяется по большей площади опоры, поэтому он не проваливается даже на рыхлом снегу. След в след идёт Андрей на снегоступах. Шаг влево и окажешься в сугробе с головой. Мы вышли к лавинному руслу. Так называется жёлоб на склоне, по которому сходят лавины. Здесь они были настолько разрушительны, что осмели все вековые деревья. Теперь нужно быть очень осторожными. Сход лавины может спровоцировать даже звук громко сказанного слова. Поэтому ребята и не спешат выходить на проторенную лавиной дорогу, а идут по кромке леса под защитой деревьев. Два часа изнурительного подъёма, и мы, наконец-то, уцели. Вот оно, начало русла. Если схода лавиной не миновать, то он произойдёт именно в этом месте. Насколько эта угроза реальна, и должны оценить специалисты. Александр и Андрей выкапывают контрольный шурф. Глубокую яму в сугробе до самой земли. Это нужно, чтобы изучить срез снега по всей его глубине. Высота снежного пласта – 170 сантиметров. Однако вовсе не этот показатель грозит сходом лавин. Сугробы в человеческий рост – здесь это норма. Главные показатели совсем другие. И первый – это температура. Термометры вставляются в сугроб с интервалом 10 сантиметров. Если температура снизу вверх меняется постепенно, значит, снежный покров стабилен. Температуру запишем. Если налицо резкие температурные скачки, есть лавинная опасность. Дело в том, что снег неоднороден. Он состоит из разных слоёв, границы которых можно прощупать. Температурный скачок говорит о слабых связях между слоями. Из-за этого сотни тонн снега могут съехать вниз, как на санках. Следующий показатель – плотность. В цилиндр-плотномера, так называется этот прибор, Александр набирает определённый объём снега из каждого слоя. А затем взвешивает пробу. По соотношению объёма и веса снега вычисляется его плотность. От слоя к слою плотность, как и температура, не должна меняться слишком резко. Третий тест – самый важный. На сцепляемость слоёв друг с другом. Его проводят с помощью жестяной рамки и динамометра. Им замеряют усилие, которое потребовалось, чтобы сдвинуть полоску снега. Полученные разведданные анализируют в лаборатории. Вывод – вероятность схода лавины на обследованном нами горном склоне сейчас мала. Снежный покров стабилен. БАМу на этом участке пока ничто не угрожает. Ну а если результат будет иным? Вот тогда-то и понадобится грозное оружие – 100-миллиметровая зенитная пушка. Взрывная волна и разлетающиеся осколки фугасных снарядов разрушают слабые слои снега. И лавина сходит вниз. На путях уже дежурит мощная снегоуборочная техника, готовая тут же расчистить снежные завалы на дороге. Сегодня в войне со снегом заключено временное перемирие. БАМ в безопасности. Может быть на месяц, а может быть всего на один день. БАМ в безопасности. Субтитры сделал DimaTorzok